девочки всем привет я наконец-то опять приглашаю вас в свой гардероб и открываю перед вами шкаф чтобы показать вам свои трикотажные костюмы я сегодня без макияжа потому что у меня день который я проведу дома это воскресенье и естественно не хочу себя нагружать какими-то ненужными заботами и поэтому я сегодня перед вами в натуральном виде 55-летней женщины возможно кому-то не нравится смотреть такие влоги когда женщины не накрашены но я считаю что то что у нас есть это естественно и это не должно отпугивать или допустим не давать мне желание записывать для вас это видео очень люблю трикотажные костюмы потому что в месте в котором я живу большую часть времени у нас прохладная погода зимой но не такая холодная чтобы одевать себя многослойно одевать на себя очень много теплых вещей поэтому здесь меня спасают трикотажные костюмы которые я комбинирую с верхней одеждой то есть один слой это трикотажный костюм и сверху я добавляю то ли курточку курточки ношу реже то ли пальто и у меня получаются такие уютные расслабленные образы для моих зимних дней я не считаю что в каждом гардеробе должны быть трикотажные костюмы это база которая подходит не всем возможно у кого-то такой тип фигуры которые слишком обтягивает и вы не любите носить такие мягкие фактуры потому что все-таки трикотажный костюм это не всегда плотная вязка но во всяком случае я всегда избегаю таких трикотажных костюмов потому что они нас увеличивают в объеме и естественно нам никому не нравится выглядеть больше чем есть мы на самом деле но все равно в любом случае есть трикотажные костюмы которые подразумевают себе высокие оверсайз верха и тогда в таком случае мы можем скрыть ненужную для нас зону в которой чаще всего скапливается жир и выглядеть стройнее еще люблю трикотажные костюмы за то что их потом легко комбинировать в своем базовом гардеробе потому что верх всегда может подойти к какому-нибудь низу который у вас есть брюкам или к юбкам и точно так же вы можете низ трикотажного костюма комбинировать с верхом который у вас есть с рубашкой или опять же с каким-то удлиненным картиганом с пиджаком то есть все так как вы любите так как вы хотите но еще раз повторюсь что моем гардеробе трикотажные костюмы это база потому что на курорте на средиземноморье это одна из самых удобных и самых комфортных вещей первый костюм который я вам хочу показать он таком грязно-желтом цвете это кашемировый костюм из а чем и с большими широкими брюками можно сказать что это брюки паласу он у меня он мне достался на скидке пару лет назад в маленьком размере но меня это не испугало потому что он шел в комплекте вот с такой вот удлиненная вот с таким удлиненным свитером с укороченным рукавом и поэтому он мне полностью перекрывает ненужную зону которую я не хочу показывать и поэтому я решила что этот картин этот костюм заслуживает того чтобы он был моем гардеробе здесь очень тонкий кашемир он просвечивается поэтому тоже недаром производитель выбрал именно такой фасон такой комбинации потому что если просто одеть брючки то они очень светятся то есть здесь они должны быть настолько размеров больше чтобы они вас не обтягивали чтобы не было видно ваше нижнее белье но в такой комбинации она ничего ничем не пугает не отпугивается это и я его прекрасно ношу очень мне нравится этот костюм единственное что вот здесь именно в этом костюме кашемир немножечко колючий но опять же я его ношу не часто потому что он у меня не единственный костюм практически всегда ношу его с пальтом и чувствую себя мне не жарко и не холодно как вы знаете что кашемир обладает таким свойством что если все-таки на улице немножко жарко он нас не слишком согревает и в прохладную погоду он нас греет следующий костюм он уже более плотный это костюм из массе мутуте трикотажный здесь тоже широкие брючки хочу сказать что вообще я очень люблю брать трикотажные костюмы на 2-3 размера больше потому что мне не нравится обтягивание в этом году я себе приобрела только один костюм с юбкой серого цвета и потому что я поправилась и сейчас на мне эти костюмы сидят они сидят хорошо но для той посадки если вам нравится женственная посадка когда вещи подчеркивают вашу фигуру то есть я их продолжаю носить но в реальной жизни я все-таки люблю чтобы они были больше но я не нашла в этом году достойных трикотажных костюмов поэтому слишком у меня нет обновок но то что есть продолжаю носить и пока что меня устраивает это не слишком критично как они на мне сидят вот такие вот это уже плотный трикотажный костюм это шла тройка брюки свитер и пальто но трикотажные пальто я вам покажу в следующем видео и к нему идет вот такой абсолютно базовый классический свитер своеобразным вырезом который тоже закрывает ненужную часть закрывает пах и естественно его можно носить всем женщинам даже если у вас есть животик потому что вы его не подчеркиваете а вы его закрываете чем прелесть этого костюма еще что он очень хорошо разбивается и эти брючки хорошо комбинируются с базовым гардеробом и этот свитер тоже является базовым и его легко очень комбинировать с другими вещами из любого базового гардероба следующий костюм это костюм который купила в этом году это костюм с юбкой длинная юбка она мне практически в длине макси и это костюм из а чем и стопроцентного полиэстера я уже когда-то говорила что меня не пугают вещи из полиэстера они мне нравятся но в этом костюме есть проблема он очень сильно кошлатится то есть когда вы его одеваете вот вы раз одели все и уже здесь катышки появились его надо постоянно чистить это единственная его проблема которая мне не нравится и возможно скорее всего я его в конце сезона продам потому что я не люблю вещи которые мне добавляют каких-то проблем и за которыми нужно так тщательно следить поэтому считаю что он не такой уж дорогой чтобы постоянно давали уделять ему внимание вот может быть сейчас видите на экране что вот он весь практически в катышках это я его одевала под пиджак который не застегивала но мне нравится как он на мне сидит мне нравится как он выглядит то есть помимо вот этой вот проблемы что его нужно каждый раз после носки чистить в нем никаких проблем нет в нем тепло в нем не холодно и он очень хорошо сидит он нигде не обтягивает юбка достаточно тяжелая хорошая вязка и достаточно и очень приятный цвет не темный и не светлый следующий костюм кашемировой тоже и зачем и покупала его очень очень давно это практически первая коллекция которая выходили начала выходить в отчимы в кашемире это темно-синий такой глубокий цвет здесь укороченные брючки и кюлоты здесь тоже тет очень тонкий такой достаточно тонкий кашемир но он абсолютно не просвечивается единственное что если сильно обтягивает если у вас белье не бесшовно это будет видно но у меня этой проблемы нет она мне хорошо сидит и у меня есть дешевное белье потому что свитер к нему идет классический стандартный темно-синий свитер который любят все француженки предлагают во французский базовый гардероб принципе я из-за этого свитера и купила когда-то в свое время этот костюм но ношу его костюмом он мне очень нравится очень красивый свитер люблю вот такую вот вязку в кашемире и этот свитер не закрывает пах но я еще раз повторюсь что здесь это не критично хоть он и тонкий но ничего не подчеркивает очень красивый костюм ношу его к сожалению не часто но он у меня есть я не пытаюсь от него избавляться это как раз та вещь которую я могу одеть на выход и могу надеть и чувствовать себя удобно дома и у под этот вот кстати под этот костюм очень легко выбирать сюда подходит практически любая обувь еще один кашемировый костюм мне кажется да и зачем и тоже мне вообще очень нравится кашемир нравился кашемир первый кашемир и зачем и сейчас он кажется с каждым годом меняется но я думаю что он меняется скорее всего из-за из-за ценовой политики потому что если сейчас кашемир есть в чем и дешевый есть дорогой вот как раз дешевый кашемира он очень тонкий а если все таки вы заглядните в премиум линейку то там очень достойные есть вещи из кашемира но естественно и стоят они дороже ну как раз а и именно за маленькую цену когда-то можно было купить очень качественный хороший кашемир у меня есть пару свитеров из при из первых коллекций а чем и кашемира они великолепны за все время что я их ношу ни разу не появилась ни одной катышки за ними легко ухаживать они великолепно выглядят великолепно себя ведут и сейчас я думаю такой же кашемир можно купить в а чем и но это будет стоить дороже 150 евро вот у меня есть еще один костюм ему по моему тоже год или два здесь уже такие явка явно выраженные джоггеры он такой более спортивный но это кашемир во всех кашемировых вещах нет боковых швов они вывязываются полностью мне это очень нравится на кулиске когда-то они на меня были очень большие мне это нравились нравилось сейчас они на меня практически в моем размере но при всем при этом не потеряли свои посадки то есть они смотрятся именно как джоггеры спортивные и шли они в комплекте с оверсайзным черным свитером очень длинным с длинным рукавом так что здесь вообще никакой проблемы оно прекрасно закрывает вам все ваши проблемные зоны и вы выглядите стройной потому что монохром вытягивает наши образы и этот костюм я ношу под черное пальто или под белое пальто и не знаю ни разу не одевала под каблук но под кеды под кроссовки под лоферы выглядит очень современно очень красиво и как раз думаю что вот этот вот костюм он мне времени потому что в нем такая классическая эта классическая модель классические джоггеры и удлиненный свитер этот свитер вы часто видите в моих образах с юбками с джинсами поэтому как видите вы покупаете один костюм но получаете в гардеробе очень две нужные вещи которые можете комбинировать по своему усмотрению к этому кстати к этим джоггером очень хорошо подходит базовый костюм из массе модуки если вы хотите разнообразить свой гардероб то есть эти черные брючки джоггеры можно комбинировать с пайтами спортивными то есть достаточно такая многофункциональная вещь и естественно для всех любительниц черного цвета это конечно идеальный костюм в этом году к сожалению ничего подобного я нигде не видела хотя возможно хотела бы обновить именно черный костюм показала свои раз два три четыре пять трикотажных костюмов которые я ношу на сегодняшний день которые мне нравятся и которым пока что не нашла замену хотя наверняка многие из вас скажут что очень много костюма выходит очень много трикотаж остается базой трикотаж к нам пришел и он останется надолго да это действительно так но мы все со своими особенностями и своего идеального к нового костюма трикотажного я пока что не нашла тратится на костюмы из кашемира мне допустим очень нравится кашемир не не кашемир мне очень нравятся модели которые делает сара холм но у меня есть один кашемировый костюм я его купила на скидке сара холм несколько лет назад и к сожалению в носке он ведет себя не очень хорошо он кошлатится он меняет форму после стирки поэтому я смотрю да мне нравятся модели но это не значит что я его куплю потому что я знаю специфику данного кашемира и не хочу и приобретать его в свой гардероб потому что вы купили носите а удовольствие вам это не доставляет поэтому на сегодняшний день для меня трикотажные и и первую очередь трикотажные уже во вторую очередь из чего он сделан если это кашемир это вообще супер вещи в масс-маркете это все-таки вещи из АЧМ не знаю как произносится на русском языке АЧМ я произношу так как произносят в Испании но этот магазин для меня для трикотажных костюмов является первым который всегда возвращаюсь всегда возвращаюсь в их премиум линейку всегда просматриваю и имею в своем виш-листе достаточно моделей которые к сожалению в этом году не приобрела из-за того что у меня есть какие-то вопросы к ним большое спасибо что остаетесь со мной большое спасибо что смотрите мои видео сейчас такое время что к сожалению не часто снимаю но я стараюсь не забывать о вас стараюсь сделать свои видео разнообразными но в то же время я сейчас иду продолжаю идти к своей идее это минимальный гардероб с большим количеством образов поэтому шоппинг остается от меня у меня на последнем месте я по-прежнему актуализирую все страницы я по-прежнему все просматриваю имею свои виш-листы но уже место не не покупаю так как покупала раньше а стараюсь выбирать вещь которая мне послужит много-много лет и которая будет давать мне возможность составлять как можно больше образа в моем гардеробе всем прекрасных выходных всем прекрасной красивой зимы и отличного настроения а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok